В преддверии Международного Женского Дня в Императорском Зале Казанского Федерального Университета объявили победителей конкурса «Женщина года. Мужчина года. Женский взгляд». «Самый нежный, свет и прекрасный день в году – это, конечно, Российский Валерий. Этот чудесный праздник отмечается в самом начале весны, когда все вокруг оживает, когда приходит первая цепь, но в лесу состоятся все. «Самый конкурс проходит не только на уровне университета, но это и есть и республиканский конкурс, и есть городской конкурс, где чествуют женщин и мужчин, которые вносят определенный вклад в развитие каждой своей сферы или чем-то примечательным с точки зрения тех номинаций, которые предполагает этот конкурс». Церемонию награждения открыло вступительное слово временно исполняющего обязанности ректора Казанского Федерального Университета Дмитрия Таюрского. «Сегодня как никогда чувствуется то, что все мы, начиная с детства, окружены материнской любовью, любовью женщин, которые нас окружают, в семье, любовью и заботой женщин, с которыми мы вместе работаем. И, безусловно, начало весны – это и есть начало возрождения, начало жизни, нового витка. И хочется, чтобы каждый виток этой жизни дарял нам только прекрасный». Победителем в номинации «Женщина-лидер года» стала декан юридического факультета Казанского Федерального Университета и депутат Казанской городской думы Лилия Бакулина. «Что собой сотворяет женщина? Женщина – это любовь, любовь к окружающим, любовь к своей семье, любовь к своей профессии. Поэтому я желаю нашим дорогим женщинам любви во всех ее проявлениях». Церемонию награждения сопровождал ансамбль «Гармоника». Прочие награды вручили отличившимся женщинам университета. Медаль за безупречный труд и отличие третьей степени получила ведущий документовед Управления документа оборота и контроля Лейля Сайфулина. Почетные грамоты и благодарственные письма Министерства образования и науки Республики Татарстан вручили Зухря Губайдулиной, Исламия Тазиддиновой, Лилия Нурулиной и Анне Халиковой. Победителем в номинации «Женщина-пример года» стала первый заместитель главного врача медико-санитарной части Казанского федерального университета и организатор ковидного госпиталя Эмма Мухамедшина. Награду вручил главный советник ректора КФУ Рияс Минзарипов. Я хотел бы, чтобы наши женщины помнили, что вас любят, но реально. И всегда спасибо вам! Врач-социатив и ревматолог, профессионал достойчивого класса, человек удивительной доброты и самоотверженности Эмма Ибрагимовна, так что умеет вселить пациентов и врачей веру в то, что все будет хорошо. В номинации «Женщина-ученый» оказалось сразу два победителя. Профессор высшей школы русского языка и межкультурной коммуникации имени Будуэна де Куртене Ирина Варфоломеева и ведущий научный сотрудник Центра регуляторная геномика Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Елена Шагимарданова. Награду вручил проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользованию и наук о земле Данис Нургалеев. Проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользованию и наук о земле Данис Нургалеев. Следующую награду вручил проректор по образовательной деятельности Тимирхан Алишев. В номинации «Женщина года» профессионал в своем деле победила Гульнара Галиулина, сотрудник Казанского федерального университета, заместитель руководителя Центра развития компетенций универсум ИИМО. Эти дни всегда связаны с очень позитивным, положительным настроением. Действительно, и природа оживает, но оживает и отношения, оживает взаимодействие. После зимы мы становимся более позитивными. Хочется смотреть в будущее, смотреть более позитивно на мир вокруг себя. Я действительно хочу пожелать вам успехов, пожелать вам здоровья, счастья в это непростое время. Победителем в номинации «Женщина героиня третьего возраста» была признана старший лаборант кафедры «Социальная философия» Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета Надежда Евстигнеева. Надежда Михайловна, дослуженная работа высшей школы Российской Федерации, а непрерывный стаж в ее работе в Казанском университете составляет 51 год. Я хочу всем пожелать чистого неба с головой, мирных дней и, самое главное, уверенности в завтрашних дней. Мы за это со всей страстью и силой будем бороться. А сегодня я хотел бы пожелать нашим женщинам, прежде всего, упорства, здоровья, счастья, семейного счастья и пусть вас это будет всегда. Доцент Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета, ведущий редактор журналов «Филология и культура» Татарика Милюша Хабудзинова стала обладателем звания «Женщина, культура и духовность». Во многом благодаря ее усилиям изучается творчество, издаются книги, осуществляются переводы на разные языки произведений, как Докташа, Аяда Язова, Нахи Санбета. Ее кипучей энергии хватает на организацию конференций, фотовыставок, конкурс, презентации, съемок фильма по легендах татарской литературы. На протяжении многих лет Галяшан Камедзиановна публикует лицензии на татарском и русском языках о премьерах в татарском театре имени Галя Саракамала и татарском тюзе имени Галя Саракамала. Я от души поздравляю всех с этим праздником. Я искренне желаю, чтобы в ваших домах всегда были теплыми людьми, чтобы вы не знали никаких проблем серьезней, чем цвет тарелок, чтобы все были живы и здоровы. Наградами также были отмечены мужчины года, победившие по результатам женского голосования. В номинациях «Мужчина. Лидер года» и «Мужчина. Благородное сердце» были отмечены заведующие криминологической лаборатории кафедры уголовного процесса и криминалистики, капитан сборной команды сотрудников юрфака и ветеранов КФУ по волейболу Ильдус Сафин и заведующий Центром по изучению биоразнообразия, доцент Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Ния Салахов. От всей нашей женской половины университетского сообщества выразить слова большущей признательности, слова большой благодарности за вам, мужчины, которые нас и поддерживают, и оберегают. И делят с нами очень многие и проблемные ситуации. Это очень ценно. И, наверное, нам всем вместе надо держаться за наш большой корабль, который должен прийти вперед. А Элия, пожалуйста, подразумевает. ПЕСНЯ 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 Ариатна Кугушева, Елизавета Никитина, Алина Красильникова, Никита Акиньшев, Универньюз. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ